МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ушла под землю". Нижнекамская пенсионерка провалилась в люк. Потеряла деньги, продавая дачу. Как мошенники сняли с карты женщины полтора миллиона рублей. Переезд одним кликом. Где уже завтра можно будет смотреть новости. НТР. Суд соседей. Что получил мужчина, который ударил своего знакомого битой? Есть вердикт. Новые подробности судьбы Татфонбанка. Соколята в финале. Реактор разыграет главный трофей с Красной Армией. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Вышла из дома и угодила в люк. Пожилая женщина провалилась в колодец. А вызвали ли ее оттуда только через час? Алсу Арсланова выехала на место происшествия. Прямо у входа в подъезд открытый люк. Если не смотреть под ноги, то можно запросто провалиться. По словам соседей, вчера люк был прикрыт всего лишь вот этим ковриком. И в него упала пожилая женщина. Этот инцидент произошел накануне. Нам удалось найти пострадавшую пенсионерку и узнать, как она себя чувствует. Вроде бы это ничего. Но боль есть. Боль тоже есть. Вон она. Синяки-то. Синяки-то ладно. Это потом скорая-то мне обработала. Тут все замазали. Ну, не проходит так-то. Но боль есть здесь. Но вставать я могу. Нога не сломана. Это самое главное. Сейчас Нина Ивановна вспоминает вчерашний случай с улыбкой. Хотя радостного здесь мало. У меня не было молока дома. Время-то поздно, говорю. Идти-то вроде бы не надо. Нет. Решила. Думаю, схожу. Взяла сумку, пошла. Пошла, выхожу. Раз. Я прокинулась. А там эта решетка была закрыта. Этой, как ее, мешковиной. Я не видела ее. И у меня нога как очутилась там. Я оттуда вылезти не могу. Ногу вытушить не могу. Никого пока нет. К счастью, на подмогу пришли соседи. Вызвали скорую и МЧС. Врачи приехали быстро. За ними спасатели. Но результатов это не дало. Я где-то целый час там пробыла. В этой яме. Потом МЧС подъехали. Потом приехали. Инструмента тоже нет. Пилить нечем решетку. Вытаскивать не можем. Что делать? Спасать пришлось всем домам. Необходимые инструменты нашли у соседей. Наконец-таки удалось вызволить бабушку из этой ловушки. Все жильцы дома по корабельной 20 прекрасно знают о существовании предподъездного люка. Заходят и выходят с большой осторожностью. Я знаю, что тут яма. Я обхожу, конечно. А гостей как зовете? Ну, предупреждаете? Да. Только после несчастного случая сотрудники управляющей компании «Вокзальная-1» прислали рабочих, чтобы они заварили люк. Жители дома возмущаются. Неужели стоило ждать, пока в эту яму кто-нибудь провалится? Алсу Арсланова, Ренат Харасов, Новости НТР. Решила продать дачный участок, но в итоге лишилась крупной суммы денег. Мошенникам в очередной раз удалось обмануть доверчивую горожанку. Как преступники выманили реквизиты банковской карты, через которую сняли полтора миллиона рублей, знает Светлана Шумкова. Объявление о продаже недвижимости пенсионерка разместила на одном из интернет-сайтов. Спустя пару недель ей позвонили. В середине марта мне позвонил некто. Он себя потом назвал и сказал, что хочет приобрести свою недвижимость и хочет внести аванс. Неизвестный предложил перевести сначала 20 тысяч рублей. Для этого попросил женщину пройти в отделение банка и произвести операцию через банкомат. Все это время ее по телефону консультировал некий бухгалтер. Потом проверьте на карточке, действительно ли у вас деньги на баланс. Что-то долго не идет. Вот я проверил, действительно 20 тысяч на баланс они мне перекинули. Как бы, можно сказать, зомбирована я была. Спустя 20 минут пенсионерке снова позвонили и сказали, что ей перевели ошибочно 1 миллион рублей. И деньги эти нужно вернуть. Все это время на ее счету уже были почти полтора миллиона рублей. Деньги от продажи квартиры. Женщина снова направилась к банкомату и под чутким руководством звонящего выполняла все его указания. Не подозревая о том, что переводят не его деньги, а свои же полтора миллиона рублей. Только спустя пару недель она решила проверить баланс и обнаружила, что на счету ноль. Сейчас полиция ищет преступников. Уже известно, что мошенники звонили из Челябинска. Есть отличительная черта, когда можно все-таки определить, мошенник это или не мошенник. Если звонивший настойчиво требует данные карты, не только на лицевой части карты, а именно просит назвать CV-код трехзначный, который расположен на обратном стороне карты, плюс срок действия карты. Еще один момент. Если звонящий говорит, якобы вам зачислили по ошибке энную сумму, без сомнений, это мошенники. Светлана Шумкова, Ренат Харасов, Евгений Лызаев. Новости НТР. Признать банкротом и открыть конкурсное производство сроком на один год. Такое решение вынес арбитражный суд Татарстана в отношении Татфонбанка. Напомним, проблемы у банка начались в декабре прошлого года. Сначала была приостановлена выдача наличных клиентам банка. В дальнейшем у банка была отозвана лицензия и арестованы представители его высшего руководства. Многие вкладчики до сих пор не могут вернуть свои накопления. По подсчетам, сумма долгов ТФБ составила 189 миллиардов рублей. Сейчас, после вступления решения суда в законную силу, кредиторы, не попавшие под страховку, а агентство по страховым вкладам, начнут получать денежные компенсации в порядке очереди, предусмотренной законом. Сегодня в городском суде рассудили соседи. По словам истца, его знакомый напал на него и ударил битой. Причем, произошло это на глазах у жены и детей. Из-за полученной травмы пострадавший три недели провел на больничном и понес убытки. После долгого расследования полиция передала дело в суд, где нападавшего признали виновным. Но затем он был освобожден по амнистии. Пострадавшему это не понравилось. Он подал гражданский иск на возмещение убытков, связанных с лечением, и на возмещение морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, требуя возместить лишь 40 тысяч рублей в пользу пострадавшего. 11 апреля день памяти узников «Фабрик смерти». Только по официальным данным во время Второй мировой войны в фашистских концлагерях было истреблено более двух миллионов человек. Чудовищные медицинские эксперименты, нечеловеческие условия жизни и труда, болезни и голод. От рассказов бывших узников волосы встают дыбом. Даже спустя 72 года для многих уцелевших война не стала иллюстрацией, а так и осталась страшным прошлым. В Нижнекамске в живых остались лишь дети войны, но и их воспоминания одни из самых ценных и важных. Я не знаю, сколько мы там в этом лагере сидели. Он совершенно ничем не оборудован. Там даже вот элементарных таких вещей. Там ни загородок, вот в туалет там или что. Вырытые канавы, переброшены доски. И, пожалуйста, ну тут ни стыда, ничего, конечно, уже к этому времени. А вот сегодня здесь присутствует практически 7 человек, двоече, уже тяжело больные. Это люди, которые не воевали. Они были умны с своими родителями в концлагере. Телекомпания НТР и Русфонд продолжают помогать тяжело больным детям. На этот раз в поддержке нуждается полуторамесячный Артем Ключков из Новоспаска. Если не начать лечение, малыш не сможет ходить. А чтобы ребенок жил полноценной жизнью, достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542, стоимость сообщения 75 рублей. Ради консультации в этой клинике Ключковы приехали из деревни Новоспаск. Там их малышу помочь не могут. Да и в районной больнице врачи бессильны. Нужных специалистов родители начали искать задолго до рождения сына. Про ножки сказали уже на втором музее, это в 23 недели. Меня отправили сюда в Казань. И в Казань уже сказали, что да, двусторонняя косолапость. Я тогда уже знала, уже настроена была, чтобы не отчаиваться. То, что мы все переживем, все пройдем. Случай сложный. У ребенка двусторонняя врожденная косолапость. Это значит, что придется пройти очень болезненный и долгий путь лечения. Самый оптимальный метод пансетти. На ножки Артема несколько раз будут накладывать гипс, чтобы зафиксировать их в нужном положении. На сегодня это самый эффективный метод лечения косолапости, который поможет ребенку в дальнейшем начать полноценную жизнь, ходить, хорошо, уверенно ходить. Однако есть серьезная проблема. Лечение для Клочковых дорогое. Почти 120 тысяч рублей. Папа работает водителем в больнице. С его зарплатой копить придется несколько лет. Занять такие деньги в деревне не у кого. Помочь могут только наши зрители. Достаточно отправить смс на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Росфонды. О здоровье прекрасной половины поговорили на заседании депутаты и представители общественной организации «Женщины Нижнекамска». Посетив роддом и женскую консультацию, они ознакомились с работой организаций, занимающихся охраной здоровья женщин. Комиссия пришла к неутешительным выводам. На фоне того, что уровень рождаемости в Нижнекамском муниципальном районе не падает на протяжении 6 лет, все дальше отодвигается возрастная планка первых родов. В основном это женщины от 25 до 35 лет. Я лично вижу, что здоровье школьников, школьниц падает. Я вижу, что девушки неправильно одеваются, поэтому они теряют здоровье. Я вижу проблему в низком, что у нас большое бесплодие, оно и женское, и мужское, потому что не следим за своим здоровьем, этому внимания не уделяем. Мы поздние сейчас роды, хотим пожить для себя, а здоровье, оно так устроен организм женщины, что все должно в свое время случиться. А сейчас очень важная информация для нашего телезрителя. Сегодня мы в последний раз выходим под бредом ТВЦ. НТР переезжает на круглосуточный информационный телеканал «Татарстан-24». Как настроиться на нашу кнопку и во сколько будут выходить главные новости Нижнекамска, узнаете далее. Корреспонденты дописывают свои сюжеты, которые в последний раз выйдут на канале ТВЦ. Уже завтра студия и упаковка НТР сменят наряд. Программы НТР начнут выходить на телеканале «Татарстан-24». Так получилось, что мы сейчас переходим на новый канал «Татарстан-24», который станет главным информационным каналом республики. И я уверен, наш коллектив, наше мастерство сделает все возможное, чтобы зритель остался на канале «Татарстан-24». В нашем переходе, я считаю, есть только плюсы. Наши зрители, во-первых, ничего не потеряют. Они будут смотреть Нижнекамские новости. Мы также работаем, как и прежде. Все новое – это всегда хорошо. Я думаю, что от перехода на канал «Татарстан-24» НТР только выиграет, потому что канал очень яркий, современный. И он позволит нашим зрителям получать не только полную картину дня жизни Нижнекамска, но и всей республики. Переход на новый канал никак не скажется на содержании новостей. Это будет полчаса. Самая оперативная, актуальная и интересная информация о жизни города, обзор спортивных событий и прогноз погоды. Все это с завтрашнего дня мы увидим на телеканале «Татарстан-24». Кстати, новости будут выходить в удобное для всех время – в 19 часов. Повтор утром в 7. Что касается новостной программы на татарском языке Янелла Клар, то она сохранит прежнее время выхода в эфир – в 18 часов. Слышала, что будут они присоединяться к «Татарстан-24». Это я все слышала. Но вот практически где это найти? Галина Башарова, наша телезрительница, смотрит НТР уже много лет. Когда узнала о том, что Нижнекамска телерадиокомпания будет выходить на телеканале «Татарстан-24», возникли трудности с поиском кнопки. Найти нужный канал самостоятельно не смогла. Обратилась к нам за помощью. Так как у вас цифровое телевидение, у вас будет находиться канал «Татарстан-24», не на 30-й кнопке, а на 32-й. Как выяснилось у Галины Башаровой, кабельный оператор МТС. В этом случае телеканал «Татарстан-24» находится либо на 30-й, либо на 32-й кнопке. Для того, чтобы найти его, нам нужно было всего лишь полистать каналы. На своих экранах вы видите список будущих позиций телеканала НТР после перехода на «Татарстан-24». Налетая ТВ, канал будет находиться на 22-й кнопке. В Дом.ру канал расположится на 22-й и 24-й кнопках. Если после перехода вы не смогли найти канал «Татарстан-24», обращайтесь в нашу редакцию по телефону 40-07-70. Также можете связаться с нами при помощи сайта ntrdefiz24.ru. Ни одно сообщение не останется без внимания. Регина Сулейманова, Ренат Харасов, Максим Липин. Новости НТР. О нашем переезде на другой канал знают многие, а самые маленькие поддерживают нас, участвуя в конкурсе рисунков и видеороликов «Я смотрю НТР». Вот, к примеру, как видят нас третьеклассники из 29-й школы. Это, к примеру, мой коллега Вадим Струнинский. Сходство, конечно, такое спорное, но это дети, и они нас так видят. Вообще, этот альбом нас очень заинтересовал. Мы до сих пор пытаемся рассмотреть в этих людях себя. А в целом в редакцию приходят десятки рисунков, из которых мы вскоре выберем лучшие. Раскрывать то, что получат победители, мы пока не будем, но отметим, что призы будут достойными. Работа принимается до конца апреля. Изучать английский язык играючи, это уже практикуют в гимназии номер 13. Второй год подряд там проводят квест-игру «Happy Day». А в этот раз в игре приняли участие школьники из нескольких городов республики. Кто победил, знает Алмаз Кашаев. Громкий смех и топот детей. Можно подумать, что в школе ученики совсем отбились от рук. Совсем наоборот. Квест-игра как способ привить детям интерес к английскому языку. Мы считаем, что игра «Happy Day Quest» – это отличный формат для повышения интереса и мотивации у детей к изучению иностранного языка, в частности английского. Также это развитие творческих навыков и смекалки. За три дня проведения квеста в нем приняли участие почти 300 детей. В основном ученики Нижнекамских школ есть и гости из других городов. Все объединились в увлекательной игре. Эти мероприятия, они сплочают людей в одну команду. Помогают работать вместе. Сейчас участники квеста проходят этап «Мегабол». Это командная игра, где коллектив буквально сливается в одно целое и победят в игре только самые дружные. Неудивительно, что без поражений в этой игре идут кадеты. Их команда самая сплоченная. Мы кадеты. Мы каждый день занимаемся спортивными мероприятиями. И вот, очень внимательные. Всего в квесте четыре этапа. В каждом нужно было проявить сноровку, показать определенные знания и ловкость. Детей ждали самые разные задания. Например, сделать селфи с учителем. Лучшими и самыми проворными оказались ученики школы номер 10. Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Единый день чтения стихов прошел сегодня во всех библиотеках города. Мероприятие было посвящено 80-летию поэтессы Беллы Ахмадулиной. Ее называли женщиной, рожденной поэтом. Поэт со своим стилем, голосом и неподражаемой манерой чтения. Гости вспоминали жизненный и творческий путь знаменитой и лирической поэтессы. В рамках мероприятия прозвучали записи выступлений Беллы Ахмадулиной и песни, написанные на ее стихе. В Центральной библиотеке имени Габлулы Тукая стихи Беллы Ахмадулиной читали студенты техникумов и колледжей, а также работники библиотечной системы. Чтецы также пришли к единому мнению, что ее смело можно назвать продолжателем традиций Пушкина. И Пушкин ласково глядит, и ночь прошла, и гаснут свечи, и нежный вкус родимой речи, так чисто губы холодит. И когда читаешь ее стихи, может быть, они сложные, вот для кого-то кажутся не очень понятна, как бы основная мысль этого стихотворения, но меня всегда поражает огромное богатство языка, богатство, вот, вот, необычность сравнений. И вот хочется еще и еще раз прочитать стихотворение, чтобы, может быть, что-то лучше понять. От халвы до пальто. Уже в четвертый раз в Ниженекамск приехала всероссийская ярмарка. Более 70 участников со всей России представили свои товары. Принарядиться к весне, приобрести саженцы или попробовать восточные сладости – ярмарка удовлетворит каждого покупателя. До сих пор не пробовали мармелад с лаймом или чай кокосовый улун? Теперь у вас есть такая возможность. Тысячи разнообразных товаров со всей России ждут своего покупателя. От ассортимента ярмарки разбегаются глаза. Главные уборы, платки, пальто, плащи, жилеты. Нижнекамские модницы равнодушными не останутся. Это изделие нашей курганской фабрики. Ручная работа, сухое оболяние. Каждое изделие выкладывается вручную, каждый цветочек, каждая ниточка и забивается иголочками. Просто разница для сладкоежек и ценителей чая. Десятки сортов черного и зеленого чая из Индии и Китая. Изобилие сладостей. Мармелад с имбирем, свишней, халвара, хатлукум, мед, инжир, конфитюр. Уйти без лакомства просто невозможно. Привезли полезные продукты пчеловодства. Барсучий жир, медвежий жир, огромную продукцию пчеловодства. Мед. Привез также вкусные вкусности, именуемые как конфитюр. Кедровый натуральный наш сибирский орех. Хотите обновку в дом и снова на ярмарку. Керамические фарфоровые тарелки, корзины из ивы, шторы, покрывала. Покупатели довольны и ценами, и ассортиментом. Все есть. Все, видите, потихонечку все покупают. Ярмарка расположилась возле гипермаркета «Лента» и работает до 15 апреля с 10 до 19 часов. Далее вас ждет спортивный обзор от Кирилла Давкаева. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт. Его адреса ntrdefis24.ru. До встречи. Яркая помада? Модные туфли? Нет. Дорогие часы? Нет. Нет и еще раз нет. Только улыбка и здоровые зубы сделают нас неотразимо красивыми. Стоматологическая клиника «Даймонд Дент» предлагает лечение, протезирование, чистку на любой кошелек. «Даймонд Дент» — это клиника личных рекомендаций, гибких, очень-очень гибких цен и профессионального подхода. Ваши зубы скажут вам спасибо. Спасибо! «Даймонд Дент»! Женникова 23 917 88 39 777 Компания «Техноколор» весь апрель дарит скидки до 20%. На пластиковые окна и алюминиевые витражи. Подробности по телефонам. 45 58 50 44 75 33 «Техноколор» дарит тепло и уют. И еще закажи окно в апреле и получи москитную сетку в подарок. С 1 апреля по 30 июня в «Радуге звуков» скидки до 30% на слуховые аппараты фирмы «Фонок». Телефон в Нижнекамске 32 33 53. Оцинковка и профнастил в Орловском базаре. Орловский базар! Бери и стройся. Вызов врача на дом. Терапевта, невролога, психиатра, эндокринолога. Анализы на дому. Дневной стационар, кабинет гинеколога. Медицинский центр «Мнова». 40 66 77. Ты хочешь быть в курсе новостей нашего родного города? Тогда мы рады представить тебе мобильное приложение «Мой Нижнекамск». С его помощью ты будешь с легкостью находить всю информацию. Будь активным жителем. Скачи его прямо сейчас в Google Play или App Store. Продадим любой ценой! Ограниченная партия автомобилей «Ниссан» с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Уважаемые нижнекамцы! Открылись отделы от Елабожского мясокомбината. Широкий выбор колбасных и консервных изделий. Цены от производителя. Большой выбор халяльной продукции. НКЦ. Торговый центр «Якорь». Роскошные шторы, прекрасные портьеры, тюль, органза, печать, вуаль. И все от 70 рублей. Грандиозная выставка-продажа ДК «Альфа» с 12 по 14 апреля. Успевайте! Новое поступление! Каждый день в магазин «Фермер» привозят свежее деревенское мясо «Халяль». А сделанные с любовью вкуснейшие полуфабрикаты собственного производства никого не оставят равнодушным. Магазин «Фермер». Исключительно свежее и натуральное. Большое Афанасово. Пролетарская «Дом-3» напротив ресторана «Абширон». Автокомплекс «Роллес». Качественно решим все проблемы вашего авто. Шиномонтаж, развал схождения, ремонт КПП, ремонт ДВС, ремонт ходовой части, кузовной ремонт с восстановлением оригинальных деталей. Акция «Осмотр ходовой» бесплатна. Замена масла бесплатна. Хранение шин 600 рублей. Магазин автозапчастей, мойка и химчистка по низким ценам. Автокомплекс «Роллес», Южная, 5А, 44-88-44. Я ведущий программы «Новости НТР» Александр Комаров, и мы знаем все о жизни в Нижнекамске. События, пришествия, мнения рассказываем подробно, оперативно и всегда честно. НТР переезжает на телеканал «Татарстан-24». Нижнекамские новости увидит вся республика. С 12 апреля. НТР. Идем на Татарстан. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. Студия Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Реактор побьется за кубок Харламова. Нижнекамская молодежка совершила настоящий прорыв. Минувшим вечером дружина Соколова одержала историческую победу и вышла в финал плей-офф молодежно-хоккейной лиги. История творилась в Череповце. Отправившись на выезд, ведя в серию со счетом 2-0, первый матч реактор проиграл, подарив соперникам надежду. Но второй матч показал, пощады не будет уже в первой атаке. На 37-й секунде парень распечатал ворота «Алмаза». На 9-й минуте хозяевам удалось отыграться. После на 26-й минуте встречи Бекмулин вывел реактор вперед. В третьем периоде хозяева изо всех сил старались преломить ход игры. Но последние 10 минут свели старания на нет. Сначала в 53-й минуте Шефигулин сделал счет 3-1, а после Бекмулин поставил точку в матче, оформив дубль. 4-1 реактор в финале. Вчера, может быть, мы немножко вальяжные были, ближе к равной игре. Сегодня «Алмаз», конечно, интереснее они были. Они больше территории владели индивидуально, очень неплохо у них хоккеисты действовали. Такое открытие. Не только ведущий состав, там еще ребята и молодые, хорошие. Очень понравилась команда сегодня мне, как «Алмаз» действует. Ну а мы чем сильный характер? Мы сегодня провели лучшую игру из четырех. Не хватило реализации, к сожалению. Видимо, в завершении немножко перегорели. Создали много моментов. Наверное, за три игры мы сколько не создали, сколько сегодня. Наши парни уже вернулись в Нижнекамск. До первого матча финала, в котором реактор скрестит клюшки с Красной Армией, осталось чуть меньше недели. Матч пройдет на льду нефтехимарен 10 апреля. Не пропустите. Ну а теперь к другим видам спорта. Нижнекамские армрестлеры закрыли сезон. В Нижнекамске прошло открытое первенство города. Съехали спортсмены из Казани и Навежных Челнов, Чистопы и Бугульмы. Еленар Нури Ахметов продолжит тему. «Алмаз» выиграл во всех своих схватках и стал безоговорочным победителем. Парень занимается вольной борьбой, потому и по армрестлингу участвует только в городских соревнованиях. «Последние два года борьбу и армрестлинг совмещаю. Армрестлингом дома занимаюсь, тренируюсь, руки качаю. На борьбу в спортивной школе всех почти знают. Все друг с другом в зале занимались, в зале постоянно боролись, зарубались». Эти соревнования традиционно закрывают сезон и служит подготовкой к первенству Европы. Сразу трое парней и две девушки будут представлять честь нашего города. Европейский турнир пройдет в мае в Польше. «Конечно, будет присутствовать волнение. Будем стараться их настроить на нормальную, хорошую борьбу, потому что, скажем так, что в первенствах Европы и в первенствах мира с большим отрывом в командном зачете побеждает команда России». Софье на первенстве предстоит отстаивать честь не только нашего города, но и всей страны. И амбиции у девушки соответствующие. В Польшу она едет только за первым местом. «У меня тренер очень хорошо готовит. Делаем специальную есть план у нас для Европы, так и готовимся. После России как-то уже более серьезнее относишься к этому и уже как-то более увереннее и надеешься на победу». На уровне Европы календарный план наших спортсменов не заканчивается. Осенью армрестлерам предстоит показать свои силы в Румынии на первенство мира. Эльнар Нуре Ахметов, Рафаэль Ракипов, Новости, НТР. «Футбол» возвращается в Нижнекамск. Завтра «Нитихимик» проведет первый матч второго круга на домашнем стадионе. Напомню, последняя игра на газоне «Нитихимика» прошла еще в ноябре прошлого года. Тогда нашими соперниками были игроки «Балтики». На этот раз сыграть предстоит против Владивостокского «Луча Энергии». Команды встречались в рамках 13-го тура на Дальнем Востоке. Тогда с минимальным преимуществом победа оказалась в стороне хозяев. Сейчас «Луча Энергии» располагается в середине турнирной таблицы футбольной национальной лиги. В активе «Дальневосточников» 37 очков по результатам 30 сыгранных матчей. «Нитихимик» пока что победами болельщиков порадовать не может и на данный момент замыкает турнирную таблицу. Сможет ли наша команда прервать черную колосу поражения, узнаем завтра. Матч «Нефтехимик» и «Луча Энергия» пройдет на стадионе «Нефтехимик». Начало в 3 часа дня у московского времени вход свободный. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 12 апреля. Ночью 3 градуса тепла. Утром плюс 5 пасмурно. Днем малооблачно 8 градусов выше нуля. Вечером 5 градусов со знаком «плюс». Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74 процента. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok